Вопросов без ответов хватает и по взрыву у телеканала «Эспрессо». Тогда два человека погибли и трое были ранены. Во-первых, до сих пор непонятно даже то, кто же на самом деле был мишенью преступников. Депутат-радикал Игорь Масичук, хотя и пострадал меньше других жертв теракта, абсолютно уверен, что убийцы покушались именно на него. Причем уверен настолько, что обвиняет в проплаченности всех экспертов, которые делают иные выводы. Второй момент – здоровье пострадавших. Если с Масичуком-то все как раз понятно, его соратники по парламенту без поддержки не оставят, то вот с другими жертвами все намного сложнее. Например, тяжело раненой женщине политики обещали помочь, но ограничились сущими копейками. Подробности смотрите далее. В тот вечер Надежда Тарасенко привычной дорогой шла к себе домой. Буквально за минуту до взрыва зашла в магазин за гостинцем для внучки. Возможно, именно это и спасло женщине жизнь. Мама в этот момент была как раз вот тут перед сходами. Человек заходит в этом подъезде, находится студия Эспрессо ТВ. Это Ирина, дочь пострадавшей от взрыва женщины. На месте преступления она рассказывает, как это было. Надежда Тарасенко получила тяжелое ранение, пуля попала в голову. Три часа за ее жизнь боролись хирурги. Сейчас состояние Надежды стабильное. Ее перевели из-за реанимации в обычную палату. Но впереди еще две операции. И никаких гарантий на полное выздоровление. Одна по установлению пластины, другая по пластике. И очень длительная, очень долго, очень тяжелая реабилитация. Ну и вообще мама на все жизнь остается инвалидом. Лекарь говорит, что лекомание нужно пожитие. И такое лечение – это колоссальные деньги. Сразу после взрыва все внимание было уделено лишь народному депутату Игорю Масейчику. А о пострадавшей Надежде Тарасенко попросту забыли. Ирина даже через соцсети обращалась за помощью для раненой матери. Ведь в первые же дни семья на лечение потратила все сбережения. От Масейчука телефоновали, запитали, чьи нужна помощь. Я сказала, так, нужна помощь. И тишина, все. Потом после этого я им телефоновала, снова говорю, чьи могу я ожидать на какую-то помощь, потому что мы должны на что-то рассчитывать. Они говорят, да, мы допоможем. И все, тишина. Помогали семье обыкновенные люди. А вот помощь наших радикальных политиков, которые так умело делают пиар на любви к простому народу, вышла более чем скромной. В больнице до сих пор находится и пострадавший политолог Виталий Бала. О его состоянии известно мало. Родственники запретили разглашать эту информацию. Зато за состоянием здоровья Игоря Масейчука каждый желающий может следить хоть по часам. Политик на своей странице в Фейсбуке с завидной регулярностью два раза в день отчитывается о самочувствии. Пишет и о медицинских манипуляциях, и о снах. В втором парламентское заседание следующего недня может начать создание темчасовой следовательной комиссии по расследованию замоку на жизнь народного депутата Игоря Масейчука и террористическому акту, который произошел в наследок сегодня. Парламент не имеет права молчать. Покушение на себя Игорь Масейчук считает единственно правильной версией. Остальные версии даже проплаченными называют. Хотя сами правоохранители допускают, целью преступников мог быть и Виталий Бала. Независимые криминалисты не исключают, что киллер охотился на Михаила Мормеля, подполковника МВД в отставке. Он погиб во время взрыва. А на этой неделе в СВУ обнародовали еще одну версию. Разгибается несколько версий. Конечно, одна из них, первая из них, это посягание на жизнь народного депутата, государственного действия Масейчука, Игоря Володимировича. Водночас разгибаются и другие версии, включая и пробу замоку на какого-то журналиста, который работал на эспрессо. Что же произошло на самом деле, пока гончательную версию не обнародовали? Идет следствие. А значит, остается поле для политических импровизаций. Вот только семье Надежды Тарасенко не до пиар-игр. Ведь у них на кону жизнь мамы. Людина на все життя лишается инвалидом. И вообще никакой поддержки, никакой помощи, ничего. Я не знаю, как теперь дальше жить.